Тема моего сообщения – это оценка морфологического регресса неодиевантной терапии при опухолях молочной железы. Я не думаю, что я могу сообщить в данном вопросе какие-то особо прорывные моменты. Я постараюсь акцентироваться на том, как эта работа построена в нашем центре, и как мы пытаемся реализовать в нашем центре именно мультидисциплинарность в отношении пациенток с опухолями молочной железы. Я думаю, что все специалисты, работающие в онкологии в нашей стране, столкнулись уже несколько лет с тем, и должны уметь пользоваться и работать в соответствии с клиническими рекомендациями. Клинические рекомендации, которые одобрены Министерством здравоохранения, всем известны и обновляются достаточно активно и часто. На данный момент в отношении рака молочной железы существуют действующие клинические рекомендации, утвержденные в 2021 году. Достаточно подробно в этом документе расписаны все стандарты и порядок работы и клинических специалистов, и морфологов в том числе. Морфологическая часть расписана достаточно лаконично, и она практически вся представлена на этом слайде. Все, что касается оценки патоморфологического ответа на неодевантную терапию опухоли, обведено в небольшую рамочку. В общем, это достаточно короткая фраза, которая говорит нам о том, что предпочтительно определять патоморфологический регресс после проведенной неодевантной терапии по шкале RCB. Я не думаю, что это, в общем-то, особо новое событие для морфологов, работающих в онкологии, но, тем не менее, немножко я раскрою это понятие, как мы работаем с определением индекса RCB. От полноты патологоанатомического исследования материала зависит прогноз дальнейшей тактики лечения пациента. И, в общем-то, это основная мысль, которой должен придерживаться патолог в своей работе для того, чтобы его заключения были действительно полезными и клиницистам, и нашим пациентам. В общем-то, в отношении диагностики биопсийного операционного материала на образование молочной железы у нас есть, в общем-то, хороший документ русскоязычный, одобренный Российским обществом патологоанатомов еще в 2018 году, который достаточно подробно описывает весь порядок работы патологов с препаратами опухоли молочной железы. Хочу немножко остановиться на понятиях, которые мы используем и на терминах, которыми мы пользуемся при описании изменений в опухоли. Всем известное такое устойчивое словосочетание лечебный патоморфоз, которому привыкли все и пользуются, и, в общем-то, достаточно так оно быстро всплывает в голове, и в первую очередь оно вспоминается в отношении ответа опухоли на неодивантную терапию. Это, в общем-то, при более близком рассмотрении достаточно такое пространное понятие, которое подразумевает под собой любые изменения в опухоли на фоне любого вида лечения. То есть это не обязательно будет противоопухолевая терапия. В то же время регресс опухоли на фоне лечения, то есть морфологический регресс, ответ опухоли – это изменения, связанные именно со специфическим противоопухолевым лечением. И большинство систем оценки, вот именно регресса опухоли, содержат пороговые значения для степени регресса и позволяют оценить эффект терапии. Ну, соответственно, с оценкой эффекта раньше прекратить неэффективную терапию и дает возможность индивидуализировать тактику лечения пациентки. Неодивантная терапия, в общем-то, всем это известно, расширяет хирургические возможности при неоперабельных опухолях, повышает количество органосохраняющих операций, позволяет оценить клинический и патоморфологический эффект у конкретного пациента. Морфологический регресс опухоли подразумевает, или ответ на лечение подразумевает, 4 степени – это полный ответ, частичный ответ, минимальный или отсутствие эффекта терапии, то есть прогресс опухоли. Систем оценки морфологического регресса при раке молочной железы существует достаточно много. Это не только известная всем методика Лавниковой, которая была создана в 1979 году и подразумевает собой 4 степени патоморфоза. При этом оценивается наличие фиброза, некроза и клеточности остаточной опухоли. Существует также много других методик, которыми пользуются в разных центрах, которые, в свою очередь, оценивают, либо не оценивают поражение лимфатических узлов, размер остаточной опухоли и прочие параметры, которые считаются прогностически значимыми. В этом перечне существует, среди прочих, естественно, принятое в 1979 году, разработанное Галиной Лавниковой, основано на учете изменений общей структуры опухоли на тканевом и клеточном уровне. Выделяет 4 степени. Первая степень – это наименьший ответ, а четвертая – это наибольший ответ. Она подразумевает под собой определенную математическую модель, которая учитывает средний объем жизнеспособной опухолевой ткани, без лечения, после лечения, и индекс повреждения, соответственно, вычисляется в процентах. Опухоль методика RCB – это аналогичная математическая модель, которая была предложена еще в 2007 году. Формула вычисления индекса RCB достаточно сложная. Я не думаю, что патологи в своей работе в состоянии применить такую математическую формулу. И для этого жизнь наша значительно упрощается. И все при использовании оценки морфологического ответа опухоли на неодевантную терапию пользуются калькулятором, который есть на сайте MD Anderson. Найти его достаточно просто, куда необходимо внести все параметры, которые оцениваются при применении данной методики. И просто нажимаем на кнопочку «Подсчитать» и получаем соответствующий результат, который мы должны внести в свое заключение. Индекс RCB является наиболее предпочтительным методом для детальной количественной оценки резидуальной болезни. В описании необходимо отразить размеры остаточной опухоли, клеточность, долю карциномы инситу в опухоли, также количество пораженных лимфатических узлов и размер наибольшего метастаза. В заключении необходимо указать цифровое воплощение индекса RCB, которое мы получаем в результате вычислений. Кроме того, безусловно, необходимо простодировать опухоль уже с учетом проведенной терапии, с указанием размера остаточной опухоли и, соответственно, поражение лимфатических узлов. Это несложная процедура, для достоверной проведения которых необходимо все данные, которые отражаются в рутинном патологоанатомическом описании и не требуют каких-то особых усилий. Немножко подробностей. Микроскопические и макроскопические параметры необходимо оценить очень внимательно и подробно, начиная с макроскопического описания. То есть подозрительные участки необходимо исследовать в максимальном объеме. Если зона подозрительная на ложе остаточной опухоли достаточно велика, то необходимо составить карту, благодаря которой можно будет потом подсчитать истинный размер остаточной опухоли. Потому что не всегда зона фиброза совпадает с истинными размерами остаточной опухоли, которые мы видим макроскопически. Оценка ложе остаточной опухоли имеет свои сложности и каждый в данном случае выбирает для себя, как справиться с этой ситуацией. Потому что четких каких-то рекомендаций, позволяющих действовать каким-то определенным образом, не существует. Потому что зона фиброза, она изображена на этих схемах розовым цветом, она может быть гораздо больше или меньше истинного размера опухоли. Поэтому микроскопическое исследование с измерением размера остаточной опухоли имеет большое значение. Для оценки клеточности существуют симуляционные картинки, которые позволяют оценить правильно клеточность для того, чтобы подсчет индекса RCB был достоверным. На разных слайдах представлены разный объем сохранной опухолевой ткани, около 1%, 5%, 10%. А на этих изображениях мы видим сохранные участки неинвазивной внутрипротоковой карциномы. Оценка лимфатических узлов также имеет свои нюансы. Я думаю, что все мы в своей работе сталкивались с ситуацией, когда достаточно трудно найти необходимое количество лимфатических узлов клетчатки. И наверняка бывали такие контакты с хирургами, которые утверждают о том, что мы удалили достаточный объем клетчатки, а куда вы делите лимфоузлы вообще непонятно. В таких ситуациях мы всегда взаимодействуем с нашими хирургами, мы обсуждаем объем удаленного препарата, мы вплоть до того, что вместе пытаемся найти эти лимфатические узлы. И если у нас не получается это сделать на сыром материале, мы оставляем материал на обезжиривание для того, чтобы лучше визуализировать лимфатические узлы. Эта методика оправдала себя, и зачастую количество обнаруженных лимфоузлов после проведенного обезжиривания возрастает. Кроме количества пораженных лимфатических узлов, для достоверного определения индекса РСБ необходимо измерить размер наибольшего метастатического очага. Это сделать тоже достаточно просто. В общем-то, я думаю, что сейчас уже это не проблема наличия микрометров в окулярах, микроскопах, патологах. Если нет, то можно посчитать поле зрения своего микроскопа с учетом характеристик объектива и окуляров, и подсчет и измерение площади пораженного участка не вызовет больших сложностей. Класс остаточной опухоли – это, собственно говоря, цифровое воплощение. Я прошу прощения, но у нас регламент очень серьезный. У вас 15 минут были с Анной Сергеевной, поэтому я вас попрошу потихонечку сворачиваться. Хорошо, я заканчиваю уже. У меня уже заканчивается все. Это цифровое воплощение именно результата нашей оценки, морфологической оценки наших препаратов. Хочу обратить внимание, что система РСБ и схема Лавниковой, которая применяется в некоторых клиниках до сих пор, они имеют принципиально противоположные значения. То есть наилучший показатель, наилучший ответ по системе РСБ – это РСБ класс 3. А, извините, наилучший результат – это РСБ, полный морфологический регресс или РСБ-1, а по системе Лавникова – это четвертая степень патоморфоза. И при, в общем-то, начале использования этой методики для клиницистов было очень много непонятного. Почему? Они видели хороший клинический ответ, хорошую реакцию на проведенную терапию, а мы даем РСБ-1. Это было достаточно сложно, и мы объясняли, связывались, в общем-то, расшифровывали и первое время дублировали свои заключения оценкой по схеме Лавниковой. Хочу сказать, что в существующих клинических рекомендациях, актуальных на данный момент, схема Лавниковой упоминается также при невозможности достоверной, полноценной оценки при помощи системы РСБ. То есть она допускается в применении, но при отсутствии возможности достоверной оценки по РСБ. Но я думаю, что примеры патологоантомических заключений можно сильно не разбирать. Я могу на этом закончить. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.